Добрый вечер, вы перевести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Чухаев. Сегодня день памяти жертв политических репрессий против казачества. К уважаемым землякам обращается глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов. Сегодня мы склоняем голову перед памятью жертв политических репрессий против казачества. 24 января 1919 года был подписан документ, который известен как директива о расказачивании. За этими последовали репрессии. Против всего казачества множество людей были обречены на страдания, ссылки, голод, лишение и бесправие. Времена репрессий, которым в разные периоды истории подверглись многие народы Юга России, остались в прошлом. И сегодня нужно прилагать все усилия, чтобы сохранить национальное единство, приумножать народные традиции, учить молодежь лучшему, что завещано предками, прививать идеи беззаветного служения родине, сбережение культурных и семейных ценностей, труда и созидания во благо Отечества, говорится в обращении главы Карачаева-Черкетии Рашида Тимрезова. И сегодня в Черкесске отметили 105-ю годовщину с начала репрессии казачества. Траурный митинг прошел возле Покровской церкви города Черкеска. Он собрал представителей власти, казачества, православного и мусульманского духовенства, а также делегацию казаков из Краснодарского края во главе с заместителем атамана кубанского казачьего войска Максимом Меданниковым. Подробности у Али Баташева. Вечная память. Отец Александр Нартов совершил заупокойную молитву по расстрелянным, а также погибшим от голода и в ссылках в годы репрессий казаках. Гвоздики в руках и венки с цветами – дань памяти всем невинноубиенным в это тяжелое для страны время. 24 января 1919 года была принята директива о расказачивании, определившая политику власти по отношению к казакам, сословию, которая на протяжении нескольких столетий укрепляла воинскую славу Отечества, говорили на траурном митинге. В этот период были уничтожены экономическая база и произведено принудительное выселение казаков из мест традиционного проживания, что привело к гибели тысяч людей, в том числе безвинных детей, женщин, стариков. К частичной утрате исконно казачьих обычаев и традиций, основ православия. Депортация в концлагеря и расстрелы должны были привести казачество к полному его уничтожению. К счастью, это не произошло. Казакам удалось сохранить свое самосознание, культурно-численческую уникальность и самобытность. Уважаемые братья и сестры, дорогие братья-казаки, и у нас с вами общая судьба, общая боль и общая радость. Даже сейчас очень тяжело вспоминать рассказы старшего поколения о тех, кто попал под репрессии из-за принадлежности к казачьему сословию, говорит казак из Джигуты Михаил Крамаренков. У деда, короче, он свою семью похоронил, потому что пришли, все забрали, что могли, и они остались голодными. Из головы померли, короче. Он свою семью всю похоронил. Не только семью, своих родственников хоронил. Ну, короче, не хоронил, а закапал просто в саду и все. Мы помним наши трагические страницы истории, так же, как и наши победы. Сегодня, как и сотни лет назад, казачество всегда на передовой. Сегодня наши братья-казаки выполняют поставленную задачу президентом. Более 7 тысяч казаков уже выполнили свой долг и сейчас находятся на передовой. Более 800 человек наших братьев-казаков кубанского казачьего войска представлены и награждены государственными наградами. Казачьему роду нет переводу. Новое поколение казаков чтит традиции предков, сохраняет память об их подвигах и старается передать это знание следующим поколениям. По традиции, траурный митинг завершился возложением венков и цветов к поклонному кресту и мемориальной доске, установленной в память о невиновиенных в Аталпашинцах-казаках на территории Покровской церкви Черкеска. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. 17 февраля по 7 марта участковые комиссии Карачаева-Черкесии проведут адресное информирование избирателей. Им расскажут о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах президента России, в том числе с использованием специального мобильного приложения Inform Week. В проекте будут задействованы 249 участковых избирательных комиссий и около 1000 членов избирательных комиссий. Проходившаяся крыша, как источник проблем, жильцы одного из домов региональной столицы обратились в редакцию Вестей с просьбой о помощи. Капитальный ремонт около полувека обходят стороной строения по Пятигорскому шоссе. Как результат, в непогоду людей затапливает сверху и горят электрощиты. Проблемой разбирался корреспондент Артур Мхце. О ненастной погоде жители этого дома по Пятигорскому шоссе узнают одними из первых, хотя синоптиков среди них нет. Специальным прибором для людей служит дырявая крыша. Казалось бы, 21 век. Благоустройству на всех уровнях уделяется повышенное внимание. Однако у этих нескольких домов, помимо разбитого двора, который не спрятать даже под снежным покровом, есть ещё одна общая беда – кровля. Несколько лет назад крик о помощи звучал из корпуса «Б». Теперь в редакцию «Вестей» обратились собственники жилья в строении «А». Начинаем с первого этажа. В каком состоянии? Дождь, снег идёт, всё льёт, льёт на провода. А на той неделе вообще свет потух во всём доме. Приехали электрики, говорят, всё нужно менять, ребята, всё нужно менять, в каком состоянии вы живёте. И вопрос, куда уходят наши деньги? Мы же за это платим. ЖКХ платим, всё оплачиваем. Ничего не ремонтируется. Поднимаясь по этажам всё выше, понимаешь, что приближаешься к эпицентру проблемы. Мокрые пятна ещё больше. По электрощиткам и проводке заметны следы периодических возгораний. Перебои со светом – лишь малая часть того, что может случиться. После пожара будет поздно что-либо исправлять. Анна Владимировна живёт на последнем этаже чуть ли не с первого дня существования дома, которому около полувека. Говорит, полноценного ремонта в здании никогда не было. Хотя сами люди стараются создавать комфорт, насколько возможно. У меня одно время текло даже вот с этих коридорий, вот с лампочек, даже вот просто как водопад текла вода. Это вот если я не заделаю вот этот кусок, это не говорит о том, что будет тут не будет течь, потому что затекает, может затечь откуда-то и прийти обратно сюда. Я одно время тут со своей компанией уже не единожды, не один год занимаюсь вот этой. Я уже думала, может быть, всё-таки труба сам стояк, сериалый, и идёт и начинает течь по-разному. Нет и всё, так никто эту трубу не заменил. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. Но раз проблема по-прежнему актуальна, значит, приложенные усилия были недостаточными. Как нам пояснили в городском управлении ЖКХ, обслуживающая организация в ближайшее время займётся устранением неисправностей. По данному случаю мы обращались в управляющую компанию, обслуживающую указанный дом. По поступившей информации, то есть они уже закупили весь необходимый материал для ремонта крыши. И в ближайшее время, то бишь при наступлении благоприятных условий для ремонта, работы будут сделаны. Если работы всё-таки не будут выполнены в срок, либо окажутся ненадлежащего качества, людям рекомендовано обратиться в управление ЖКХ мэрии для принятия необходимых мер. В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 7-12 в горах до 17 градусов мороза, днём до плюс 5 и местами до минус 5 на дорогах Гололедица. В Черкесии переменная облачность, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 10-12, днём до плюс 2, ночью и утром на дорогах Гололедица. Многодетная семья Евдокимовых из Карачаева-Черкесии представила республику в конкурсе «Династии России». 250 семей из разных уголков России поделились своим опытом в воспитании умных, творческих детей, будущих патриотов своей страны, а также рассказывали о самом ценном – семейных традициях. Наши земляки талантливые Евдокимовы не только исполнили песню «Моя семья» под аккомпанемент детей, сыгравших на скрипках и фортепиано, но и провели мастер-квас по изготовлению открыток, которые мама Инна Павловна делает из подручных материалов, а дочери ей в этом помогают. Также конкурсанты из Карачаева-Черкесии приняли участие в образовательных лекциях, побывали у ёлки Карачаева-Черкесии на выставке «Ёлки России». В образовательных учреждениях Карачаевска прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию «Месячника», военно-патриотической и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». В линейке приняли участие представители Совета ветеранов Карачаевского городского округа, учащиеся школ и педагоги. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. «Далекие военные страницы нам открывают жизни с года в год, и мы с тобой должны гордиться тем подвигом, что совершил народ». Именно с этих слов открылся месячник военно-патриотической работы в шестой школе имени Героя России Дугербия Узденова. На торжественной линейке всех участников мероприятия поприветствовала директор данного образовательного учреждения Рамиля Байчорова. В свою очередь пожелал успехов школьникам начальника отдела патриотического воспитания Министерства по делам молодежи Азнаур Уртенов. «Такие мероприятия военно-патриотической направленности крайне важны. Отрадно видеть, что обучающиеся молодое поколение активно принимает участие, вовлекается в деятельность мероприятий, которые проводятся. И хотелось бы пожелать вам, уважаемые ребята, так сказать, виновники торжества, то те мероприятия, которые проводятся военно-патриотической направленности, активно привлекайте из них. Вы наше будущее, за вами вся страна». На мероприятии педагоги и школьники исполняли военно-патриотические песни, читали стихи. Отметил важность проведения месячника заместитель председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев. Он подчеркнул, что именно на примерах наших героев мы должны воспитывать подрастающее поколение. «И мы, ветераны труда, старшее поколение, участники боевых действий в афганистане, солдаты, которые молодые здесь, мы уверены, что вы вырастете достойными, настоящими, любящими свою родину, патриотами, свой город. И когда надо будет, станете на защиту своей родины». Приседатель Совета ветеранов войск правопорядка Исмаил Кубанов вручил награду от ведомства директора шестой школы. «Каждый из нас должен сохранить в памяти тот подвиг наших предков, которые ценой собственной жизни подарили нам мирное небо», – отмечали школьники. «Я считаю, что это очень важно, поскольку молодое поколение – мы будущая страна. Мы должны знать наших спасителей, благодаря кому мы сейчас имеем мирное небо над головой, благодаря кому мы сейчас живы. Не было бы таких героев, не было бы и нас. И я думаю, это очень важно для каждого из наших детей». «Для нашего подрастающего поколения это очень важное событие. То, что показывает, как сражаются наши герои. Нужно знать наших героев в лицо, чтобы не забывать свою историю и знать героев». Также мероприятие по случаю открытия месячника прошло и в пятой школе имени Султана Магометова. Школьники читали стихи и представили свои яркие танцевальные номера. О важности проведения патриотических мероприятий отметила директор пятой школы Асиат Тикеева. «Мы выражаем уважение героям нашей страны. Выражаем уважение защитникам Родины от всех захватчиков во все времена. Я надеюсь, что вы, участвуя в этом месячнике, покажете хорошие результаты». Торжественная линейка прошла и в третьей школе имени Героя Советского Союза Харуна Богатырева. В ней участвовали представители Союза офицеров Республики, общественности, педагоги. В течение месячника школьники будут принимать активное участие в различных состязаниях, конкурсах и соревнованиях. Альхан Ипшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. 12 саженцев крымской сосны высадили на левом берегу Кубани гидроэнергетики Карачаева-Черкесского филиала «Пау Рус Гидро». Активисты и школьники. Место выбрано не случайно. Это точка, с которой открывается один из лучших видов на Красногорский и Малый ГЭС. И что важно, обзорная площадка доступна к посещению без каких-либо ограничений. С просьбой о начале благоустройства левого берега реки на окраине станицы обратились жители Красногорской. Они рассказали, что после ввода объекта в эксплуатацию к реке стали подъезжать как местные, так и туристы, чтобы посмотреть на грандиозный промышленный объект, органично вписанный в горный ландшафт, отметил директор Карачаева-Черкесского филиала «Рус Гидро» Петр Кравченко. Также летом территория берега будет очищена от строительного мусора. С помощью специальной техники определены границы будущей Сосновой рощи. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма с Клифосовский. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!